Я хочу поделиться тем словом, которое есть в моем сердце. Давайте откроем Евангелие от Луки, 5 глава. Шесть стихов я хочу отсюда прочитать. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. Аминь. Знаете, вот такая история, которую мы слышали не раз, слышали на это место Священного Писания, не раз, я думаю, проповеди. И я хотел бы, чтобы вот каждый из нас, как-то однажды, читая это место, я почувствовал, что Господь хочет, чтобы я особо вник в Него, что-то хочет сказать к моему сердцу. И я увидел Петра, я увидел человека, который, это была его работа, это был его промысел, то, чем они зарабатывали на жизнь, как мужчины, они уходили ночью в плавание, бросали сети, ловили рыбу, когда наступало утро, тот улов, который был у них, часть они продавали, часть оставляли для того, чтобы сделать какое-то питание. Вы знаете, что я понял первое, что в нашей жизни, братья и сестры, есть такие ночи, когда мы трудились и прилагали усилия. Мы молились о спасении, мы молились, может быть, об исцелении, мы подавали наше резюме на какие-то фирмы, когда мы хотели устроиться на работу, и, может быть, уже не первый месяц мы без работы, и даже уже взяли у кого-то в долг. Мы пробовали восстановить с кем-то отношения, с нашими родными, с нашими близкими. Возможно, мы молимся о семейной жизни, и как-то что-то устраивалось, потом как-то разрушилось, и пока мы не создали семью, но мы трудились, мы прилагали усилия, мы не были беспечны, но мы ничего не споймали. В нашей жизни есть эти ночи, братья и сестры, с которыми мы порой сталкиваемся, которые отняли от нас множество сил, духовных, физических, и мы делали вроде все, может быть, правильно, бросали как нужно эту сеть, но ничего не произошло. В жизни Петра была такая ночь. Я думаю, что у него были вопросы, что дома сказать супруге, что сказать почему, что у нас сегодня на обед, возможно, она ему хотела задать вопрос, а потом еще сказала, ты знаешь, такие непредвиденные расходы возникли, как продажа рыбы, ты пришел без рыбы, о, все продалось, а нужно сказать, что да ничего не продалось, потому что ничего мы не поймали. Это масса разочарований и каких-то таких несбывшихся ожиданий, которые есть в жизни человека. И мы все с вами люди, братья и сестры. Я помню, я женился, это было уже 10 лет назад, кажется, так быстро пробежало, но я уже могу говорить хоть какой-то, но маленький у меня опыт есть семейный, 10 лет. Я помню, на свадьбе задали вопрос, Евгений, сколько вы хотите в своей семье иметь детей? Я с такой важностью где-то поднялся, сказал, три сыночка, дочка, ну, знаете, все на свадьбе аплодировали, там, радовались. Мне казалось, все так легко будет, все так хорошо, а что тут такого сложного? И вот, знаете, мы начали жить семейной жизнью, первая беременность, и на маленьком сроке потеря, беременность и выкидыш. Первая ночь в нашей жизни. У жены свои переживания, у меня свои переживания, в церкви вопросы, на работе, где я работаю, неверующие ходят и говорят, кому-то Бог помогает, шепчут. Знаете, вторая беременность, и мы трудились, я, вы знаете, жене, белье не дай Бог повесить. То есть еще, то есть все, все, все уже по-особому начитался. Но тоже опять ей становится плохо, забирают больницу на сохранение, потеря, беременность. Тяжело, братья и сестры. Проходит еще время, наверное, полгода, третья беременность, и я уже так в церкви всем сказал, мы прошли испытания, сейчас все будет уже хорошо, ну, так для себя определил. И, слава Богу, так до трех месяцев все в порядке, все хорошо, никаких таких симптомов. Мы поехали на первое УЗИ, я ждал возле кабинета, с кем-то разговаривал по телефону, и потом моя жена выходит из этого кабинета, дает мне листик, бумажку там написано, два плода, сердцебиение, прочерк. И она вся в слезах падает на меня. Я зашел в этот кабинет, в ушах так как звон такой, я зашел туда, что это значит? Они говорят, у вас была двойня, мы сожалеем, но в возрасте трех месяцев ваши плоды умерли, сердца просто остановились. Вы знаете, мы вышли с этой больницы, тяжело говорить, я должен что-то сказать. И одно я помню, что я сказал своей жене, Виктория, мы не будем задавать Богу вопросы, почему это произошло, и за что. Бог знает все, Он контролирует все, Он видит нас. Даже если в нашей семье не будет детей, мы все равно будем служить Господу. И мы шли и просто молчали. Потом было повторное УЗИ, платное, там все это подтвердилось, потом была операция, потом был такой период переживания, я помню, самый такой противник на работе, на складе, где я работал, он так даже надсмехаясь, кому-то Бог помогает, и это тяжело. Я думаю, что когда Петр в своей лодке причаливал к берегу, другие рыбаки смотрели на него, и он чувствовал себя неудобно, потому что, ну, вот такая ситуация, кто-то там, наверное, своим успехом, братья и сестры, я хочу сказать, если сегодня в твоей жизни успех, слава Богу, но в чьей-то жизни сегодня ночь эта, и поддержи его, может быть, своим успехом, поддержи своим упованием. Кто-то от избытка ложит в эту сокровищницу много, и ему легко от избытка хороших обстоятельств прославить Бога, петь, молиться, а кто-то от скудости своей, потому что дома пьянится муж, потому что дома болеет ребенок, потому что работы нету, со здоровьем трудности, но он тоже приходит и от всей своей скудости ложит эти две лепты в сокровищницу, и Господь, он наблюдает, он смотрит за такими сердцами, и он говорит, она ложит все, что может. И я чуть-чуть пока остановлюсь, потом продолжу. И когда в нашей жизни вот эти ночи, в которых мы ничего не поймали, мы причаливаем, братья и сестры, к нашему берегу разочарования, отчаяния и берегу нашей усталости. И на этом береге мы моем наши сети, уже собираясь идти, уставшие, уже быть разочарованные домой. Когда-то так шли ученики в Маус, они размышляли об этих событиях, они были печальны, глаза их были удержаны, они шли, и они, то, что они ожидали в их жизни, не сбылось. Мы сегодня говорим о Пятидесятнице, мы сегодня говорим о том, что сошел Дух Святой. Но вы знаете, как все начиналось, что предшествовало Пятидесятнице? У учеников был вопрос, с которым они обратились к Богу. Не все ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израиля? И на этот вопрос Бог не дал им ответ. Он сказал, не ваше время, не ваше дело знать времена и сроки. Знаете, наш ум, Он так хочет получать ответы на наши вопросы. Господи, не все ли время Ты здоровье мое восстановишь? Не все ли время мои отношения наладятся? Не все ли время я увижу финансовое благословение? Не все ли время? Но очень часто Бог отлагает свой ответ, и Он покрывает его мраком. И написано, я человек, испытавший плач Еремия, горечь от жезла его, ибо он вел меня не во свет, а во тьму. То есть, как бы не видно. Но я хочу сказать вам одну важную вещь, братья и сестры. Наш Бог благоволит также обитать и во мгле. И Он не только, когда мы видим все благоприятное, но даже тогда, когда нас окружает образно вот эта тьма, написано, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Может быть, сегодня эта тьма надвигается на тебя обстоятельств, зная, что свет во тьме светит. В Псалме написано, восходит во тьме свет правым. То есть, главное, находиться в этом правильном состоянии. И находясь там, они уже вымывали свои сети. Они были разочарованы. И именно в этот момент Господь увидел их. Написано, Он увидел две лодки, и Он направлялся к ним. Слово Божие говорит о том, что я живу с сокрушенным сердцем, чтобы оживлять дух смиренных и сердца сокрушенных. Не просто прихожу, я живу. То есть, в таком состоянии мы уже как бы не надеемся на свои силы. Эти истории есть вторая. И Евангелие от Иоанна заканчивается, когда они тоже трудились и ничего не споймали. Иисус на берегу им задает вопрос, дети, есть ли у вас какая пища? Они говорят, нету. Опять все наши усилия, все прилагая, ничего не получилось. И в этот момент Он, войдя в одну лодку, которая была Симонова, просил его отплыть несколько от берега и сел, учил народ из лодки. Господь, Он просит нас отплыть от нашего берега разочарования. Он хочет нас вывести с этого состояния, в которое мы порой приходим отчаяния, печали. Вот Он идет с учениками в Имаус, приблизился к ним и задает им вопрос такой, «А отчего вы такие печальные?» И вот у меня к вам вопрос, братья и сестры, Христос знал, почему они в таком состоянии? Конечно, знал. А почему спрашивает? потому что хочет, чтобы они не просто размышляли о событиях, которые их сегодня разочаровывают. Я хочу поговорить с вами. Когда-то Илья услышал эти слова, сел под можжевеловым кустом, «Господи, довольна, я не лучше». Что ты здесь, Илья? И он жалуется. Знаете, так часто мы усталы от того, что мы давно не разговаривали с Господом. Так часто мы в печали, потому что мы так погрузились в эти переживания, и только думаем об этом, думаем и думаем. Я не говорю, что надо закрыть глаза на них, нет. Но эти переживания, эти проблемы, эти тревоги, нужно начать беседовать о них с Господом. И он будет нам открываться, он будет утешать. Илья, что ты здесь? Еще есть задание. Потом с учениками и написано, они встали, открылись глаза их. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Его? И они возвратились в Иерусалим. И когда они шли, написано, они на дороге говорили, не горело ли в наше сердце? Когда мы были с ним на дороге, он изъяснял нам Писание. Сегодня Господь хочет, чтобы мы отплыли от своего берега разочарования. На тот момент, когда у нас была последняя замерзшая двойня, я был руководителем молодежи, в пятницу мы съездили на повторное платное УЗИ, оно подтвердилось. И я помню, я сказал жене такие слова, наверное, я завтра останусь дома. Что я могу сказать молодежи в этот момент, когда в моем собственном доме происходит такое непонятное для меня поражение? ровно через 30 секунд на мой телефон пришло СМС-сообщение, в котором было написано слова из Писания. Бог по кратковременном страдании вашим да утвердит вас, да укрепит, да соделает вас непоколебимыми. Это слово от Господа было вовремя для нас. Мы помолились и преодолевая, как говорится, свои эти переживания, я пошел на служение. Бог давал благословение, хорошо проходило собрание и врачи нам очень многое сказали в последний момент. Три года не планировать беременность, пить гормональные таблетки, обследоваться у врачей и не факт, что у вас будут дети. Знаете, мы не купляли эти таблетки, мы молились, ждали какое-то время и спустя полгода моя жена сказала, что Женя, я беременна. Конечно, были переживания. Я помню, как мы поехали туда на УЗИ, зашли и я об одном просил, Господи, если там опять испытания, то дай силы пройти. Жена легла, ей не было видно монитора, я замер, смотря на этот монитор. И когда я увидел там мальчика, он махал ручкой так, папа, бодрствуй там, я скоро приду. И это была большая радость. У нас родился первый сын, потом Бог нам подарил второго сына, потом Он подарил третьего. Сейчас мы ждем четвертого. Это Его милость, братья и сестры. Но я понял одну важную вещь в тот момент, что Господь хочет использовать нас тогда, когда мы, может быть, в своей собственной жизни еще видим нерешение наших вопросов. «Смотрите, он не сказал ему, давай, Петр, отплываем, я знаю, что ты ночью ничего не споймал, сейчас там косяк рыбы проплывать будет, поплыли». Нет, он ничего этого не говорил. Знаете, мы так часто с Богом хотим договариваться, мы вроде не против свою лодку предоставить, свое время, но а что мне будет за это? А Господь испытывает нас. Он ничего не говорит, он говорит, просто войдя, просил, отплыви на глубину. Господь, он в слове своем говорит, умоляю милосердием Божьим, представьте тела ваши для разумного служения вашего. Умоляет, не заставляет, не пугает, не еще как-то, если хочешь, следуй за мной. И у нас выбор сказать, Господи, я пойду за тобой, но позволь мне прежде. У нас часто такой ответ. Господи, позволь мне прежде решить тот вопрос, тот вопрос. Да, я пожертвую, но сначала я заработаю такую сумму в своем эквиваленте. Там еще что-то, братья и сестры. Господь, Он силен использовать нас в любых обстоятельствах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. И вот здесь мы читаем такие слова. Он отплыл несколько от берега, и Иисус сел и начал учить народ из лодки. Очень часто проповедники делают ударение на чудесный лов рыбы, но он будет позже. Сейчас Господу нужно просто возможность учить народ. и апостол Петр сидит в этой же лодке, думает о своих вопросах, думает о своих переживаниях, и он видит, как люди радуются, получая благословение Божие, слушая Иисуса Христа, величайшего проповедника, который был на этой земле. Я не знаю, сколько учил Иисус, возможно, час, возможно, два, но Петр, он доверился в этих обстоятельствах Господу, и он позволил ему служить. Я хочу сказать сегодня, что я видел такие моменты, когда ты можешь сам испытывать физическое недомогание, и кто-то просит тебя помолиться за здоровье, и Бог исцеляет. Я видел такие моменты, когда ты ободряешь других, когда, может быть, ты сам очень сильно в нем нуждаешься, и Бог ободряет и служит. Вы знаете, апостол Павел писал, смерть действует в нас, но жизнь в вас. Мы нищи, но многих обогащаем. И он говорил о вот этом принципе, что порой в нашей жизни, если мы просто будем искать такого благоприятного времени, сегодня хочу сказать, молодежь, может быть, еще не устроилась личная жизнь, это такое благоприятное время, когда давать возможность Господу употреблять вас. Пойте во славу Его, едьте на миссию, проповедуйте Слово, делайте то, что вас просят, какие-то лагеря, вы свободны, вы еще, ну, у вас больше возможностей, потому что вы сейчас еще можете эту возможность употребить ее по максимуму. не ходите просто вот в таком разочаровании, ну, вот так получилось, получилось, не тратьте, как говорится, самые лучшие ваши годы жизни на то, чтобы проживать его в каком-то отчаянии, разочаровании. Господь с вами, Он любит вас, Он просит вас, сын, дочь, ты нужен мне, мне нужен храм твоего тела, мне нужна твоя машина, мне нужен голос твой, и вы знаете, ты просто поражаешься, насколько Бог может употреблять человека, когда порой он еще не видит этот момент. Петр доверился, он дал эту возможность. Как говорит Писание, что ищите прежде сего Царствие Божие, правды его, остальное приложится вам. Как часто нам хочется найти прежде сего решение наших вопросов. Но Слово Божие говорит по-другому, братья и сестры. И когда Иисус, мы читаем о Иове, и возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Вот у человека потеря, такое горе пережил. Господь ему говорит, иди помолись за своих друзей. Преодолевая свое, он пошел, помолился за них. А знаете, эти же друзья тоже были интересные друзья. Не столько много комментариев говорили, когда Иов проходил трудности, но чтобы как-то преодолеть свои какие-то переживания, Господь побудил его молиться. Иосиф Иосиф проданный братьями, находясь в темнице, увидел людей в смущении, они сны приснили, и ему есть дело до них. Ведь мог бы он сказать, вы тут сны вам приснились, а вы знаете, что я вообще прохожу? Родные братья предали, только достиг в доме Патифара какого-то положения старался, оклеветали, вот сейчас в темнице, вам тут сны приснились, и вы уже в таком отчаянии. Да я вам сейчас свои проблемы расскажу, но он так не поступает. Что у вас? Он служит тем даром, который был у него, и благодаря тому, что в самое сложное время он служит этим даром, он выйдет позже из этой темницы. Писание говорит, человек, надеющийся на Господа, даже во время, не перенастает приносить плод во время зноя, и лист его не вянет. Даже во время зноя, даже тогда, когда горячо, даже когда трудно, когда какие-то обстоятельства, у нас, если мы надеемся на Господа, будет плод, и наш лист не увянет, не увянет наше упование. И когда маленькая девочка в чужой земле, пленница, Нейман убил, возможно, ее родителей, заставил ее быть служанкой, лишил родины, и я удивляюсь просто сердцу этой девочки. Она увидела, что у него проказа, и она госпоже своей говорит, я знаю, где можно этому господину получить исцеление. Кто-то бы, может быть, послабее, из верующих бы сказал, а, проказа, но будет знать, как с народа Божьего в плен брать. Это наказание. Возможно, кто-то бы так толковал, но у нее было другое сердце. Она могла плакать и ратовать на свою судьбу, и говорить, за что я здесь, где тот завет, почему я в чужой земле, почему я не по своей воле служанка. Возможно, память о тех родителях, которые погибли, хотя Слово Божие об этом говорит, возможно, это и не так было, но она приняла решение, находясь в этих трудных обстоятельствах, написано, она служила жене Неймановой и сказала. Знаете, именно благодаря тому, что она служила, она получила благословение, потому что, когда Нейман получил исцеление, он познал Господа, лично я думаю, что, когда он возвращался, он начал к ней относиться как к дочери, а, возможно, ее отпустил домой, потому что, благодаря ее словам, она получила исцеление. Братья и сестры, я хочу вам сказать, что говорить об этом легче, но преодолевать свой берег разочарования порой бывает непросто. И я хотел бы сказать последнюю мысль, которая здесь заключена, когда он перестал учить, он от самого начала знал нужду Петра. Он не просто похлопал его по плечу, ну все, Петр, спасибо, давай к берегу. Наш Господь не такой, братья и сестры. Я вам хочу сказать, насколько велик наш Бог, когда мы правильно расставляем приоритеты, когда мы продолжаем ему служить, в свое время он будет заботиться о наших вопросах. Я помню еще одно свидетельство, мы с одним братом, Анатолием Бушило, из Баранович, мы дружим, летели в Калининград, и он попросил Женя, купи билеты в Минске, заложи свои, я тебе за свой билет отдам, возможно, туда нам дорогу возместят, а назад не факт. Ну, я посмотрел бюджет на тот момент, говорю жене, ну, пойду я куплю, она говорит, так надо купить среднему и старшему ботиночки, я говорю, ну, с поездки вернусь, куплю, а сам думаю, Господи, чтобы только возместилось как-то, ну, уже буду тогда, и мы поехали туда, служили четыре дня, и были готовы к жертве, были готовы, знаете, мы, как говорится, иногда уже крайности есть, посеи, там, небесные банки какие-то, ну, я не понимаю, так, я понимаю, мы собираем сокровища, это доброе имя пред Господом, наш плод пред Господом, и приехал там один служитель, и он говорит, братья, Бог положил на сердце возместить вам билеты в обе стороны, фу, я так вздохнул, думаю, ну, я назад верну, как бы, но это еще не все, в самый последний день подошла одна сестра, член церкви, и она знала, что у меня есть сыновья, но я не говорил о нуждах наших, вот как Бог велик, и она подошла, и говорит, Женя, дай, пожалуйста, размер обуви среднего и старшего сына, я так удивился, быстро жене позвонил, потому что на память это мужчинам сложней, я один раз с датами рождения в поликлинике так напутал, что потом сел, выучил, думаю, нет, служитель должен это на зубок знать, поэтому, братья, если еще где-то не всегда получается, выучите, это помогает тоже в нужных моментах, и жена дала, я говорю, а что такое, дело в том, что у нас был магазин обуви, детской, и он обанкротился, и вот вы проповедовали, я когда слушал о вас, Бог мне положил на сердце благословить старшего и среднего сына ботиночками, вы знаете, я ехал еще домой с обувью, и чуть над этой коробкой не плакал, еще одно свидетельство скажу, было в больнице, я личное привожу, братья и сестры, потому что личное ближе, и поймите, не подумайте, что я тут какой-то, есть ошибки, еще что-то, нет, пусть Господь будет прославлен, мы только о Его милости говорим, как Он нас видит, жена была в больнице, мне нужно было в среду вести собрание, обед у нас был, а ужин я не успел приготовить, ну думаю, зайду вечером после служения с сыновьями в магазин, пельмени всегда есть, это очень легко, сварим пельмени и покушаем, вы знаете, заканчивается собрание, подходит одна сестричка, просто будьте послушны голосу Духа Святого, она подходит так, смущаясь, переживая, никто не знал, что моя жена в больнице, потому что, знаете, некоторые это комментируют по-своему, там наказание, еще что-то, и поэтому иногда такие нужды проходишь так тихонько, как бы служителям скажешь, кому-то, кто правильно поймет, то, что иногда, ну чрезмерно есть, у некоторых, к сожалению, такое понимание, что там наказание, еще что-то, и она так подходит, смущаясь, говорит, брат Женя, я не знаю, как, что, смотрю, как ты так держит пакет, а что такое, говорю, вот я сегодня днем, была, помолилась, у меня такое сильное побуждение пришло, испечь для вашей семьи пирог, вы примете, и она дает пирог, горячий, огромный, с яблоками, слушайте, я говорю, конечно, мы приходим с сыновьями домой, я открываю пакет молока с холодильника, разливаю по стаканам, разрезаю этот пирог, и говорю, Бог, как ты велик, ты видишь нас, ты Бог, видящий нас, и я хочу сказать, придет время, когда, тогда этот человек на складе, он сказал, который так надо мной насмехался, и говорит, кому-то Бог помогает, и стояла еще одна девушка неверующая, они пять лет с мужем, лечились, не могли иметь детей, и мне больно стало, а потом внутренне я помолился, Бог дал сил, и я понимал, это вызов перед духовным миром, я сказал, зря ты так говоришь, а потом повернулся к этой Наталье и сказал, Наташа, придет время, и на нашей улице будет праздник, я буду нянчить своих детей, и я буду молиться и о вашей семье, чтобы и Бог посетил вас милостью своей, Бог благословил мою семью, и вот эта Наташа, спустя два года, у нее родилась дочка, и она с этой дочкой приехала на склад, и дала мне ее подержать на руках, и я опять сказал, Бог, как ты велик, я хочу просто сказать сегодня каждому, чтобы мы не прошли, братья и сестры, да, мы порой плачем, да, у нас есть эти ночи, да, у нас есть эти трудности, да, у нас есть эти берега разочарования, мы все с вами люди, но знаете, приходит тот момент, когда преодолев это все и оставаясь служаемым, будучи верным, не оставляя своего собрания, по-прежнему следуя за Ним, Иисус говорит, отплыви на глубину, бросай, наставник, мы трудились, бросай, и он бросает, и там великий улов, и Петр, я думаю, он повеселел, он, наконец-то, обрадовался, я хочу сказать, братья и сестры, я верю нашему Господу, если даже он проводит нас через трудности, через скорби, Писание говорит, для того я вел тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро, для того я вел тебя пустыней, еще чем-то, самое главное, не впустите в сердце ропот, не впустите в сердце разочарования, боль, но превозмогая свое, служите нашему Господу, а Бог будет делать то, что Он хочет делать в своих планах, я хотел бы помолиться с вами сейчас, и я нужен, Аллилуйя, Аллилуйя, Господь, слава, слава Тебе, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Аллилуйя, Аллилуйя, Господь! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Аллилуйя, Господь! Слава Тебе! Аллилуйя, Господь! Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твою милость и благость. Аллилуйя. Братья и сестры, я кому-то хочу просто сказать такое понимание, откровение, которое я имею в сердце. Вы молились за спасение своих близких, но в какой-то момент они не просто не шли к этому спасению, но ситуация с ними стала даже еще хуже, на ваш взгляд. И вы допустили в свое сердце такую горечь, и просто вы перестали молиться за них. Вы перестали сеяться слезами. И вам не надо выходить, мы будем дорожить времени, у вас еще членское служение, но я имею четкое понимание от Бога, что если вы вновь возьмете свое упование и не оставите Ему, Ему предстоит великое воздаяние. Дьявол хочет закрыть ваши уста и похитить вашу веру, а вы, наоборот, продолжите молиться и сказать, «Господи, да, может быть, сегодня мои глаза и мои уши видят то, что меня очень огорчает, но мои духовные глаза сердца, они видят Тебя, и я продолжу сражаться за тех, которые дороги мне». Если не вы, то кто, братья и сестры? Меня вымолила моя сестра, которая видела папу-алкоголика, брата-алкоголика, бегая на домашку, когда просто я погибал. И она заявляла, заявляла и заявляла, и люди, которые не знали меня, молились за меня. Сегодня я могу быть спасенным человеком, иметь семью, иметь служение. Благодаря кому? Благодаря тем семенам молитв, которые сеялись. Пусть Бог даст силы. Господи! Благослови и помоги тем, кто нуждается сегодня в этой поддержке. Пусть, Господь, эти молитвы будут усилены, Боже, и да придет ответ Твой. Господь, потому что по молитвам святых, по наполненным этим чашам, Ты совершаешь работу на земле, и мы уповаем на Тебя. Да придут эти ответы. Да будет успех. От Тебя успех. Успех Господень. Мы уповаем на Тебя. Все наши нужды, Господи, они пред Тобою. Ты знаешь все. Помоги нам на этой жизненной дороге исполнить волю Твою и уповать на Тебя. А мы благодарны Тебе. Я благодарю Тебя, Господь, что и мог я с этого места свидетельствовать о милостях Твоих. И все, что я имею, Господь, это милость Твоя и благость Твоя. Пусть те, которые сегодня еще молятся об этом и ищут Господь, и пока еще не видят, также увидят Твою благость и милость в то время, которое определила рука Твоя, и так, как определил Ты. Потому что есть еще то несравненно лучшее, что, Господь, Ты хочешь дать каждому из нас. Да будет Твое имя благословенно. Аминь. Продолжение следует...